Удивительный Бог О, в Тебе нет тени перемен, Иисус Ты здесь сейчас, поклоняемся Тебе, Господь О, возвышаем свои голоса к Тебе, Господь Неизменный Бог верный, Исполняешь обещания свои Великий, бесподобный Смысл жизни моей Он неизменный церковь Неизменный Бог верный, Исполняешь обещания свои Великий, бесподобный О, мы поем Тебе Чудесен, прекрасен, удивителем Ты, да Иисус Великий, Всевышний, бесконечный Ты мой Бог Церковь, давайте воздадим ему славу Аллилуйя Аллилуйя Слава нашему Господу Он среди нас И Он в нас, аминь Дорогие, прежде чем мы дальше будем продолжать наше служение Давайте мы помолимся за молитвенные просьбы У нас есть люди, которые нуждаются в Божьей помощи И мы прострем свою веру для того, чтобы Бог пришел в их жизнь Аллилуйя, давайте будем молиться Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя Что в сегодняшнее утро Ты обновил свою милость Ты обновил свою благодать для каждого человека И сейчас, Господь, мы молимся Тебе За тех людей, которые нуждаются в Твоей помощи Которые нуждаются в Твоем прикосновении Господь, излей свою благодать на их жизни Пусть Твоя помощь придет, Господь, и избавление Придет в их жизнь, в их семье Во имя Иисуса Христа, Господь, коснись их тел Тех, кто нуждается, Господь, в здоровье Тех, кто нуждается, Господь, в освобождении от немощи Во имя Иисуса Христа, Господь, Бог наш, мы провозглашаем Твое слово Ты сказал, что вы уже избавлены, вы уже исцелены Аллилуйя, мы провозглашаем Твое слово в жизни этих людей Ранами Иисуса Христа не уже исцелены Бог наш, и мы благодарим Тебя за спасение каждого За спасение родных и близких Спасибо Тебе, Господь, за Твое верное слово Аллилуйя, и все скажем Аминь О, Ты, Отец наш вечный, Создатель и Творец О, Всемогущий Нам от Святого Духа Родился Сын Христос Спаситель Иисус наш Верю я, Ты, Бог, Отец наш Верю я, Ты, Сын Христос Верю я в Святого Духа Ты триедин, Господь Верю я в силу воскресенья Воскреснем мы в Тебе Да, верю я в Твое имя Иисус Верю я, верю я в Тебя, Господь Судья, Наши защитник Страдал и был распят Прощение в Тебе, Бог Сойдя во тьму, Господь Для славной жизни воскрес Восел на небес Восел на небес Иисус Иисус Верю я, Ты, Бог, Отец наш Верю я, Ты, Сын Христос Верю я, Святого Духа Ты триедин, Господь Воскресенье Воскресенье Верю я, Иисус Христос Господь, а я верю в Тебя, Иисус О, верю я в Тебя, верю я, что Ты, Воскресенье Верю я, Иисус Христос, Господь Верю я, Ты, Бог, Отец наш Верю я, Ты, Сын Христос Верю я, Верю я, Святого Духа Ты триедин, Господь Верю я, в силу воскресенья Воскреснем мы в Тебе Да, верю я, В Твоё имя Иисус Верю я, Ты, Бог, Отец наш Верю я, Ты, Сын Христос Верю я, Святого Духа Ты триедин, Господь Верю я, в силу воскресенья Воскреснем мы в Тебе Да, верю я, Твоё имя Иисус О, я верю! Да, верю я, Твоё имя Иисус Да, верю я, Твоё имя Иисус Аллю, я верю в Тебя, Иисус И я хочу спросить Если у тебя с собой есть Священное Писание, подними руку Вау Слава Богу, это настоящая церковь Это наша с тобой идентификация Мы люди Слова Божьего Мы носим с собой его В телефоне, в сумке И мы носим его в своих сердцах Слава Господу! И я хочу, чтобы мы Открыли презентацию И тема, которую я буду продолжать Это будет тема о Духе Потому что этот месяц у нас посвящен Плодам Духа, Духу Святому И различным вариантам Этой темы И я хотел бы, чтобы мы с вами Сейчас посмотрели одну историю Одну уникальную историю Которая описана в Евангелии от Иоанна Это беседа Иисуса Христа С иудейским раввином С Никодимом И я взял фотографии Из известного фильма Который сейчас очень популярный Который называется Избранные Режиссера Далласа Джокинса Итак, Евангелие от Иоанна Третья глава С первого стиха Между фарисеями был некто Именем Никодим Один из начальников иудейских Он пришел к Иисусу ночью И сказал Рави Мы знаем Что ты Учитель Пришедший от Бога Ибо таких чудес Какие ты творишь Никто не может творить Если не будет с ним Бог Итак Что мы с вами видим Что за картина Иисус Встречает Принимает ночного гостя И Как мы с вами прочитали Это был необычный гость Это был начальник Израиля Это был фарисей Это был очень уважаемый Маститый Законоучитель Человек весьма Весьма влиятельный Член еврейского Синедриона Давайте примерно скажем Один из судей Верховного суда Если вот Будем переводить В современные реалии Член Синедриона Еврейского И он приходит К Иисусу Христу Ночью И некоторые Толкователи Комментаторы Интерпретаторы Они считают Что Ну наверное Никодим боялся Раз он Не мог прийти Днем Но вы знаете Что В Израиле Есть такая традиция Израиль Очень жаркая страна Кто из вас Был в Израиле Так вот Люди Обычно Собирались Для бесед Вечером Потому что Это приятное время Это время Располагающее Как у нас Сегодня домашние группы Когда проходит В вечернее время Это не потому Что мы боимся Кого-то А потому что Это всем нам Удобное время После нашей работы После занятости После трудового дня А в Израиле Я еще сказал Налагается Жара Поэтому Вечернее время Для фарисеев Для очень многих людей Было Хорошим поводом Прийти в гости И пообщаться И вот Никодим Приходит К Иисусу Христу Ночью И мне хотелось бы Чтобы мы Ближе Познакомились С этим человеком Мне хотелось бы Чтобы мы Ближе Насколько Это возможно Узнали Кто такой Был Никодим Потому что Он будет Вести беседу Которая Станет Краеугольным Камнем Евангелия Мы все знаем Евангелие Иоанна 3 16 Это Суть Евангелия То есть Вот эта беседа Она будет Ключевой В истории И давайте Мы познакомимся Кто же был Этот человек Что мы можем О нем знать Немножко Так Мы встречаем О Никодиме Исторические Свидетельства В нескольких Источниках Первый Источник Это Римский Историк Иосиф Флавий Историк Первого Века Нашей Эры Историк Который Описал Иудейские Древности Такая Книга У нее есть Иудейская Война И много Другой Различных Записей Историк Иосиф Флавий Был Евреем Но он Работал На Рим Это Известный Знаменитый Историк Первого Века И вот Он напишет В своем Произведении В 14 Главе Иудейских Древностях Он упомянет О Никодиме Который Приедет От лица Царя К другому Царю И принесет Там Большой Подарок Но Сейчас Суть Не о том Что он Сделает И второй Важнейший Источник Откуда мы Узнаем Об этом Человеке Это Иудейские Писания И в частности Талмуд Талмуд Сложился В Пятом Шестом Веках От Рождества Христова Но он Был записан В пятом Шестых Веках А История Которая Накапливалась У народа Передавалась Из уст Иисуса И вот Талмуд Который Был записан В 450 Году От Рождества Христова Содержит Книгу Таанит Таанит Обозначает Пост Это Книга Которая Посвящена Посту Для того Чтобы На землю Израиля Пришло Дождь И вот В этой Книге Таанит В 19 Главе Пункти Б И по 20 Главу Пункт А Описывается Уникальная Удивительная История И Если ты Откроешь Энциклопедику Иудаики Если ты Откроешь Другие Источники Ты увидишь Что Большинство Исследователей Они Склоняются К тому Что Именно Этот Человек Который Описан В книге Таанит В 19 Главе Это И есть Тот Самый Никодим Который Встречался С Иисусом Христом Итак О чем же Там Будет Говориться Там Будет Говориться О том Что Израильский Народ После Того Как Начал Возвратившись С Павелона Начал Жить На своей Земле Далеко Не все Ивреи Иудеи Они В то Время Были Подсчитателями Бога Очень Многие Из Иудеев Они Имели Двойные Стандарты Они Были Эллинизированы Жили Светской Жизнью Но Было Достаточно Немало Людей Которые Хранили Пред Богом Праведность И Вы знаете Что по закону Иудейскому Три раза В году Весь народ Призывался Прийти на поклонение Богу В Иерусалим Когда это было Это было на праздник Пасхи Это было на праздник Сухот И еще какой-то праздник Я из головы Вылетела Рош Хашана Скорее Сюда Новый год Да По другому Три раза По закону Моисея По закону Моисея Три раза В год Весь народ Должен Собираться Для поклонения Богу В Иерусалим И В то время Была засуха Была очень сильная засуха Мы потом посмотрим Очень кратко Причины Этой засухи И Один богатый человек В Иерусалиме Которого мы знаем Как Никодим Имя его На еврите Бани Дело в том Что В традиции Того времени Было Давать имена Людям То есть У человека Могло быть Несколько имен Например Как звали Петра Его имя По рождению Было Симом Как Иисус его Называл На арамейском языке Иисус назвал Его Кифа А как Его звали Римляне Или греки Петр И Ты можешь Много Таких моментов Найти Характерны Для культуры Того времени Для них Было нормально Иметь Несколько имен Так вот Один богатый Человек Пришел К римскому Перфекту Человеку С высокой Должности Римскому Который Жил на территории Иудеи Близ Иерусалима У него Были там Поместья Фазаны Фазаны У него Было Было там Двенадцать Огромных Водоемов Он был Человек Проворный Он собирал Воду У него Было все В достатке Но В Иерусалиме Была Засуха И Все Колодцы В Иерусалиме Потихоньку Мельчали Мельчали И Мельчали И вот Паломники Которые Приходят На поклонение Богу Израиля В храм Они Понимают Что воды Мало А вы Представляете Что люди Ведут еще Жертвенных Животных Люди Ведут Своих Детей Семьи И в Иерусалиме Нет воды Это Катастрофа Это Тяжелая Ситуация И Никодим Человек Весьма Богатый Он Отдает Все Все Свои Запасы Воды Для Паломников Но Этого Становится Недостаточно И Поэтому Никодиму Пришлось Идти К этому Перфекту Римскому И попросить У него И Никодим Ему Сказал Я Обещаю Тебе Я Верю Богу Израиля Что Бог Израиля Поможет Восполнить Это Все Пошлет Дожди И Поэтому Я прошу Тебя Дай мне Заем До Определенного Числа Если Я Не Выполню Своё Обещание Я Отдам Тебе 12 Талантов Серебра Талант Серебра Это 45 Килограмм То есть Это Круглая Сумма Это Более Миллиона Долларов Я Отдам Тебе Если К Определенному Сроку Я Не Выполню Своё Обещание Ну Как Никодим Мог Это Обещание Выполнить Я Покажу Одну Вещь Очень Быстро Мы Идем Это Историческая Справка Извините Да Дело Дело В том Что Во Второзаконе Говорится Что Земля Израиля Она Не Такая Как Та Земля В которой Ты Жил В Египте Потому Что Земля В которой Ты Жил В Египте Она Орошалась Нилом Нил Разливался Проходил Через Различные Ирригационные Системы И Напоял Все В округе Когда Израиль Жил В Вавилоне Вавилон Находится Среди Несколько Рек Таких Как Тигр Ифраб И так Далее Вавилон Является Болотистой Местностью Где Круглый Год Можно Выращивать Урожай Это Восток Это Теплые Места Круглый Год Но Библия Говорит Не Такая Как Египет Земля Израиля Потому Что Эта Земля Вам Виден Текст Она Питается Чем Небесным Дождем Другими Словами Будет Дождь Будет Жизнь Будет Дождь Будет Благословение Будет Дождь Будет Полноводная Река Иордан Будет Полноводным Озеро Кенерет Генесаретское Озеро Будет Жизнь Стране И В Иерусалиме Как и На Ближнем Востоке Есть такая традиция Люди Используют Водосборники То есть Есть такие Колодцы В них Нет воды Это Водосборник Туда Стекает Вода И Потом Люди Бережно Используют Ее И Вот Библия Говорит Что Бог Поставил Израильский Народ В зависимость От Себя В зависимость От неба Он Сказал Вы не Такие Как все Народы И Ваша Страна Не такая Как все Страны Вы будете Зависеть От Меня Напрямую И Ваша Праведность Ваше Хождение Перед Лицом Моим Ваше Послушание Мне Будет Определяющим Будет Ли в вашей Стране Благословение Или Будет В вашей Стране Неблагословение Это мы Прочитали Вот в этом Стихе Есть И другие Тексты Примерно Об этом же Говорится Где Бог Говорит О земле Израиля Что Он Печется Чтобы Давать Дожди В свое Время Но Это Будет Зависеть От Их Бога Почитания И Бога Поклонения Итак Мы Видим Что Если Кратко Что Благословение Дождем Приходит За послушание Богу Исходя Из Священного Писания И Проклятие Или Наказание Засухой Она Приходит За то Что народ Отступает Или грешит При Богом Так вот Во время Никодима Мы Можем Как лакмусовая Бумага Проверить Какая Была Ситуация Какая Была Ситуация Не Было Воды В Израиле Тысячи Паломников Я не знаю Сколько Должен Был Собраться Весь Израиль Я не знаю Сколько Это Может Миллион Людей Пришло Много Людей Скотина И так Далее Нет Воды Ребенок Подходит К папе Говорит Папа Папа Я хочу Пить Папа Говорит Сынок Потерпи Нет Воды Вы знаете Что в культуре Израиля Если ты Прочитаешь Эту книгу Таанит О которой Ну как ты Прочитаешь На еврейском Музыке Дай Бог Она есть В переводах И на русский Тоже Там говорится О том Что Во времена Праздника Пасхи Во времена Праздника Сухот Сухот Установлены Специальные Молитвы Для народа Божьего Чтобы они Просили Благословения В виде Дождя И они Должны Были Просить Но Здесь Была Ситуация Кризисная И Что мы Видим Что Заходило Наступил Тот день Расплаты Который Никодим Договорился С Римским Перфектом И Римский Перфект Утром Рано Утром Уже Послал Своего Слугу И сказал Гони Двенадцать Талантов Северра Никодим Сказал Еще День Не подошел К концу И вот так Этот Слуга Несколько Раз Ходил В обед Ходил Римский Перфект Он просто Издевался Он смеялся Он говорит Целый год Ни одной Капли С неба Не упало Ни одной Капли О чем Ты говоришь На стол Двенадцать Но не на стол Это На стол Не поместится Двенадцать Талантов И они уже Фактически Были у него И вот Наступает вечер И Никодим Который Ожидал Божьего Чуда Идет в храм Господень Идет в храм Господень Встает Пред Богом На колени Говорит Господь Великий Ты знаешь Что не ради Себя Не ради Себя Я это Все делаю Я хочу Напоить Людей Которые пришли Чтобы поклониться Тебе Я хочу Чтобы эти люди Они еще Раз В следующем году Пришли Поклониться Тебе Я хочу Чтобы они Запомнили Что ты Бог Великий Бог Всемогущий Сотвори Чудо И знаете Что случилось Солнце В Израиле Когда солнце Заходит День Заканчивается Солнце Фактически Садилось И произошло Чудо Налетел Ветер Очень сильный Ветер Пришел И этот ветер Нагнал Тучи И начался Ливень Такой сильный Такой сильный Ливень Что он Этот ливень Наполнил Все колодцы В Иерусалиме Этот ливень Переполнил Двенадцать Источников Двенадцать Водоемов Которые Было У Перфекта Так что Они стали Переливаться И Никодим Пришел К нему И тогда Этот Перфект Сказал Эти слова Эта цитата Из Этого Источника Я знаю Что Святой Бог Благословил Он Только Ради Тебя Сотрял Всю Вселенную Однако Я все еще Вправе Отобрать У Тебя Деньги Ибо Солнце Зашло А дождь Шел Уже В мое Время Другими Словами В Израиле Когда Солнце Клонится Садится Вечер Считается Что Уже Следующий День И вот Этот Римский Перфект Он Конечно Для него Это было Невероятное Чудо Первый Дождь За год По Молитве Но Он Был Как Любой Римлян Хороший Юрист И Он Сказал Юридически Ты Не Прав Потому Что Солнце Село Как Солнце Солнце Заволокло Тучами И Все Тьма Все Это Мое Время Так Что Все Эти Деньги Принадлежат Мне Никодим Вышел И Снова Начал Взывать К Богу И Сказал Господь Покажи Ты Этому Римлянаму Что Ты Бог Который Стоишь Над Этой Землей И После Этой Молитвы Произошло Великое Чудо Которое В Израиле Случилось Только С Тремя Людьми За Всю Историю Израиля Чудо Заключалось В том Что Тучи Разошлись И Было Лучи Солнца Пробивались Ксос Эти Тучи И Юридически Это Считается Еще Тот День И С этого Момента Этому Человеку Дали Новое Имя Которое Никанор Ой Нагдемон Бен Гурион Нагдна На иврите Означает Как бы Разорвать Ну как бы То есть Солнце Вышло Из туч Нагдемон Бен Гурион И Вот Этот Человек С Этой Историей Являлся Третьим Богатым Человеком В Иерусалиме Их Было Еще Два Других У него Было Два Друга Они Были Весьма Богаты Еще Есть Две История Но Я Расскажу Только Одну Последнюю Давайте Я Быстро Скажу Про Его Дочь Когда Он Выдавал Дочь Свою Замуж Он Отдал Сумму Эквивалентному 100 Миллионов Долларов Для Ее Приданного Как Вам Нормально Следующий Момент Еще Историческое Свидетельство Это Из Иудейских Древностей Из Талмуда Талмудической Литературы В 70 Году Когда Титвиспасиан Захватывал Иерусалим По Пророчеству Иисуса Христа Что Иерусалим Будет Разрушен Из-за То Что Он Не Узнал Времени Посещения Господня Три Богатых Человека Одного Звали Нагдимон Бен Гурион Это Наш Никодим Никодим Это Греческое Греческое Имя То На Греческом Как Петр Нагдимон Это Еврейское Слово Но Вообще Его Имя Бани Это Культура Того Времени Но Его Все Нагдимон Итак Три Богатых Человека Одного Звали Кальба Другого Тацит Третьего Нагдимон Они Собрались Во время Осады Иерусалима Вы Знаете Что Осада Иерусалима Длилась Несколько Месяцев Четыре Месяца И Они Собрались И Сказали Давайте Мы Во-первых Сохраним Город И Мы Пожертвуем Свои Деньги Для того Чтобы Питать Всех Жителей И Тогда Они Собрали Амбары На Такую Провизию Для Жителей Иерусалима Что Люди Могли Бы Питаться Кормиться Обеспечить Своей Семьи 20 Лет И Они Сказали Мы Закроем Ворота Мы Будем Стоять На Стенах И Тогда Вот Эти Римляны Через Несколько Месяцев Они Просто Уйдут Потому Что Они Не Смогут Себя Обеспечивать Там За Стенами Города Где Нет Достаточной Воды И Так Далее И Мы Выстоим Но В Это Время Были Зелоты Христа Был Зелот Да Надо Же Симон Был Симон Как Его Еще Называли Симон Канонит Кана На Иврите Означает Ревность Зелот Это Не Еврейское Слово Означает Ревность То есть Два Одинакое Слово Канонит И Зелот Это Одно И Тоже Просто Одно На Иврейском На Ирам Иврите Другое Не На Иврейском Вот И Все Это Один И Тоже Человек Симон Канонит Был Принадлежащий К этой Партии К Зелотам Ну Не во Время Осады Иерусалима А до Того Христос Призвал Его К себе В ученики И он Стал Одним Из Сильных Апостолов Так Вот Когда Была Осада Иерусалима Веспасианом Титом Веспасианом Четыре Месяца Зелоты Сказали Нет Мы Не Должны Никакие Компромиссы Иметь Мы Должны Выйти Все И Сразиться И Господь Победит У них Была Такая Диэфикс И Они Взяли И Сожгли Все Амбары Которые Приготовил Нагдимон И Два Других Его Друга Вот Такая Вот У них Была Фанатичная Непонятная Ревность И На Этой Картины Вы Видите Зажженный Иерусалим Не Римскими Войсками А Самими Ж Евреями И Тогда После Этого В Иерусалиме Начался Голод И После Этого Через Несколько Месяцев Город Был Взят И Разрушен До Основания Мы Ничего Не Знаем О Гибели Нагдимона Или Никодима Но Мы Знаем Что Примерно В это Время Его Не Стало Умер Ли Он От Старости Или Он Был Убит В ходе Войны Где Много Людей Было Убито Мы Не Знаем Но Это Историческое Свидетельство Из Еврейских Документов Об Этой Личности И Как Я Уже Сказал Энциклопедия Иудаики Еврейская Энциклопедия Википедия Вот Такое Уже Есть У нас Ресурс И другие Энциклопедические Словари Будут Говорить Что Весьма Высока Вероятность Что Это Именно Тот Самый Человек Который Разговаривал С Иисусом Христом Потому Что Все Будет Свидетельствовать Из этого Текста О том Кто Он Был И Вы Помните Когда Христа Судили В Синедрионе Нагдимон Говорил Слово В его защиту Судит ли Наш Закон Человека Если Прежде Его Не Выслушает И тогда Его Обсмеяли Ну как Обсмеяли Сказали Не ты ли Из Галилеи На той стороне И когда Христа Распяли Вы помните Что Сделал Никодим Он Купил Сто Литров Драгоценного Алавастрова Да Вот Как бы Елея Вы помните Мария Которая Принесла Маленькую Баночку Алавастрового Сосуда Я не знаю Сколько там Литр Был Или сколько Но Это И то У учеников Возымело Такое Негодование Что Это Можно Было Год Жить На эти Деньги Год Если Продать Или Раздать Нищим Как Была Идея У Иуда Искариот Но 100 литров Означает 100 лет Работы Это достаточно Большое Пожитование Поверьте Мне Этот человек Был далеко Непростым Вот он Пришел К Иисусу Ночью Чтобы Общаться С Христом Я не знаю Конечно Это была Задушевная Беседа Может быть Никодим Хотел В чем-то Помочь Христу Тоже Профинансировать Его Служение Может быть Так Но Мы видим С вами Что Вау Время Мое Закончилось Братья и сестры Хорошо Мы тогда Остановимся На этом Я думаю Как-нибудь Бог даст Как-нибудь Бог даст Мы продолжим Но этот Разговор Иисуса Христа С Никодимом Который Вошел В историю Евангелия Цитируется Произносится Миллионами Людей Как самый Основной Ключ К Евангелию Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Слава Господу Эти Слова Которые Никодим Не совсем Понимал Иисус Говорил Ему Я Искренне Верю Что По Иудейской Традиции Знаете Когда Учитель Кого-то Принимал В доме Ученики Обычно Слушали Такая Была Традиция Они Могли Сидеть Возле Него Либо Если Это Конвенциальный Разговор В некоторых Моментах Они Присутствовали В другой Комнате И слушали Поэтому Мы Имеем Практически Дословно Запись Этого Разговора Видимо Иоан Который Был Свидетелем Этого Разговора В Евангелии От Иоанна Если у меня есть Три минуты Пять Нету Главная Мысль Этого Послания Если Кто Не родится Свыше Не Может Увидеть Царствие Божие И Потом Христос Говорит Текст Что Никто Не Может Войти В Царство Божие Если Не Родиться Свыше И Затем Христос Никодим Не Понимает Вообще Ему Очень Сложно Понять В чем Суть Этого Разговора В чем Суть Этого Рождения Свыше Но Об этом Другой Раз Хорошо Давайте Мы Станем И Помолимся Господь Слава Тебе И Хвала Мы Ты Ты Посылаешь Нашу Жизнь Свою Благость Мы Благословляем Тебя Во имя Иисуса Христа Весь народ Скажет Аминь